Страшное ДТП произошло в областном центре на улице Минская. Водитель автомобиля Лада Гранта не справился с управлением. Трагичный исход страшного ДТП. Четыре погибших. Водитель, двое пассажиров и пешеход. Авария произошла около полудня. Отечественный автомобиль двигался по Минской со стороны центра. По предварительной информации, водитель решил выполнить обгон на повороте возле дома номер 100. Потеряв управление, попытался вернуться в свою полосу, но безуспешно. Вылетел с проезжей части через пешеходную зону. В тот момент на тротуаре находилась 20-летняя девушка. Из-за сильнейшего удара она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи. С уверенностью нельзя что-либо говорить. Причины всегда комплексные. Однозначно, что утверждать. То, что водитель не справился с управлением, в результате чего произошел съезд с проезжей части, уже можно говорить. Это однозначно неверный выбор скоростного режима в городских условиях. Страшное ДТП унесло жизни четырех человек. Владе в момент столкновения находились трое. По неподтвержденным данным, мужчина-водитель ехал с супругой и еще одной женщиной. Все они погибли на месте. Я услышала грохот. Я спиной услышала грохот. Повернулась и вернулась сюда назад. Пришла. Вот здесь уже стояли мужчины. Уже девушка лежала. Уже чувствуется у нее какая-то голубизна на лице. Уже чувствуется мертвое тело девушка. В руках она держала памперсы. В кулаке вот так вот зажала, лежала, держала памперсы. А из машины высовывалась голова. Тоже молодой девушки. Тоже мертвая голова. Подробности трагедии еще предстоит выяснить сотрудникам полиции. Ответить на вопрос, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, можно будет только через месяц после проведения экспертизы. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново. Продолжение следует...